Сегодня в Читу прибыл поезд инноваций. То, что вчера казалось нереальным, сегодня вполне обычное явление. Экспозиция восьми вагонов рассказывает о последних достижениях науки и промышленности. О составе, несущем инновации в массы, Анжелика Понебрашина. Железнодорожный светофор для улучшения видимости, светодиодные светильники для освещения станции. Энергозатраты минимальны. Электроэнергия экономится до 70%. Автомашинист. Еще одна нано-новинка. Умная техника есть уже почти в каждом пассажирском составе. На данном оборудовании машинист заносит параметр к отправлению поезда. Нажал пуск, система автоведения поехала. Сам по большому счету становится оператором ИВМ и следит за безопасностью движения. Эти автоматизированные станции – мечта для каждого российского вокзала. По всей стране из почти 40 запланированных их насчитывается только 20. Благодаря усовершенствованной системе дежурный, не выходя за пределы своего экранного монитора, расформировывает грузовые составы и отправляет их в разные города автоматически. На устаревших станциях необходимо было приблизительно 7-8 человек в расформировании грузовых поездов. На этих станциях необходимо минимум 3 человека. Всю основную работу выполняют автоматизированные системы, которые самостоятельно выполняют процесс расформирования по заданной ранее программе. Обучить начинающего машиниста вождению теперь можно с помощью такого тренажера. Ощущение эффекта 3D. На широком экране реальные железнодорожные пути. Пульт управления оснащен по последнему слову техники. Тренажер разгоняется до 150 км в час. А в случае помехи на дороге техника тормозит самостоятельно. Перед началом движения подаем сигнал один длинным свисток. Увеличиваем тягу, даем ток на двигатель и начинаем движение. Еще одно нано-новшество – солнечные батареи. Идеальны для отопления как социальных объектов, так и для частного сектора. Солнечные лучи батареи нового поколения могут накапливать даже в пасмурную погоду и под большим слоем снега. Стоимость их, как у отечественного авто. Зато в дальнейшем платить за инновационное тепло не придется вообще. Это же мечта любого нормального человека. Иметь бесплатную, экологическую, чистую, не оказывающую вредного влияния на окружающую среду, источник энергии. Здорово. Такой бы иметь в своем хозяйстве, такую батарею. Всего в поезде около ста инновационных разработок российской науки, добрая половина которых рассчитана на рядового потребителя. Специалисты уверены, курс на нанотехнологии взят. А это значит, что впереди еще много научных открытий и разработок. Анжелика Понебрашина, Фуатна Сердлей, Вести, Читам.